Сегодня началась седьмая спартакиада Союза Судей Республики Казахстан по западному региону. Такие соревнования среди судей не проводились уже несколько лет, но в этом году было решено их возобновить. Подробности в сюжете наших корреспондентов. В этом году спартакиаду решили проводить в нашем городе. Приехали участники из пяти областей. Мангустауская, Атарауская, Казалардинская, Актюбинская и Западно-Казахстанская область. В послании президента сказано, что к 2050 году 30% населения Республики Казахстан должны заниматься спортом. В принципе, спорт и судьи неразделимы. Основная масса судей, конечно, занимается спортом, потому что без занятий спортом, с нашим ритмом и характером работы это невозможно. Но я должен сказать, что сейчас значительно обновился коллектив судей, который средний возраст составляет в пределах 35 лет. Поэтому, я думаю, сейчас вот эти соревнования и направлены на то, чтобы поднять спортивный дух среди судей. В программе спартакиады соревнования по большому и настольному теннису, бильярду, волейболу, шахматам, шашкам и футболу. В соревнованиях примут участие 126 человек, в их числе только действующие судьи. Основная цель соревнования – это, как говорил глава государства, поддержание здорового образа жизни. То есть в здоровом теле, здоровый дух, поэтому судьи в этом плане не являются исключениями. Решили такие спартакиады проводить. Соревнования по большому теннису проходят на частном корте. К сожалению, команда Атарау снялась с соревнований по теннису и турнир проходил среди четырех команд по круговой системе. Первое место занял игрок из Лординской области, второе – ЗКО, третье – Мангистау и четвертое – Актюбинская. Ну, хочу отметить, что четыре года назад проходили соревнования здесь же. Уровень подготовки игроков, так скажем, вырос, но очень сильный, очень приличный, хороший для своего возраста уровень тенниса показали. Организации и проведение спартакиады, вне всяких сомнений, способствуют сплочению судейского общества, демонстрации развития и укрепления спортивно-оздоровительного движения, физической культуры и спорта, как важного фактора формирования здорового образа жизни. Я сам проработал в этой стезе 35 лет судьей, 6 лет еще в следственной работе, 41 год стажа. Я тоже продолжаю заниматься спортом, являюсь девятикратным чемпионом Казахстана, чемпионом мира, неоднократным призером мировых первенств по борьбе самбо. В течение двух дней спортсмены будут бороться за путевку на республиканские соревнования. Победители спартакиады по всем видам спорта примут участие в финальных республиканских соревнованиях, которые пройдут 4-5 сентября в Алматы.